Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Я напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А сегодня у меня в гостях заместитель Щелковского городского прокурора Александр Семин. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Хорошо. Хочу сразу уточнить, хоть у вас так должно называться, Щелковский городской прокурор, но на самом деле в вашем виде не только город Щелково, но и весь Щелковский район, а также городские округа, Васино-Петровский и Фрязино. В общем, все наши ближайшие соседи. Совершенно верно. Главная задача ваша, конечно, следить за соблюдением федерального законодательства на вверенной территории, ну а, соответственно, и оказывать помощь гражданам, которые оказались в той или иной сложной ситуации. И вот первый вопрос у меня будет такой. С какими вопросами чаще всего граждане обращаются к вам в прокуратуру? Хотел бы пару слов сказать о том, что за мной, что закреплен надзор за соблюдением федерального законодательства, поэтому, я думаю, сегодня сделаем уклон на вопросы, посвященные именно этому. Безусловно, наибольшее количество поступающих обращений – это обращения от граждан касаемо социальных вопросов. На первом месте вопросы ЖКХ, очень много вопросов соблюдения трудовых прав граждан, иные социальные вопросы, связанные с соблюдением прав несовершеннолетних, прав на образование, по земельным делам, очень много вопросов. Ну и, в общем-то, конечно же, в сфере здравоохранения, в сфере обеспечения льготами незащищенных слоев населения, таких как инвалиды, престарелые и так далее. В том числе по пенсиям тоже есть. В общем-то, все эти вопросы мы ими занимаемся, конечно же, привлекаемые компетентные органы, учреждения. И стараемся давать наиболее расширенные и, так скажем, четкие ответы на поставленные вопросы жителями. Ну вот про ЖКХ вы сами сказали самая главная тема, мы все-таки чуть-чуть позже к ней вернемся. А вот поговорим о том, как осуществляется надзор за соблюдением трудового законодательства. Это тоже, в общем-то, важный вопрос, и тем более, наверное, на втором месте стоит уже, как вы сказали. Какие наиболее распространенные нарушения в этой области, на что жалуются граждане, ну и, соответственно, что вам удается выявить, какие нарушения при проверках тех или иных предприятий? Ну, конечно же, основной вопрос – это оплата труда. Соответственно, в этой сфере мы наиболее оперативно принимаем меры прокурорского реагирования, направленные в первую очередь на погашение имеющейся задолженности по оплате труда, как лицам, которые работают, так и лицам, которые уже расторгли трудовые отношения по тем или иным причинам. Помимо этого, возникают вопросы, связанные с законностью обоснованности применения мер дисциплинарного взыскания к работникам, в том числе законности увольнения, да, 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 лишения различных премий и так далее. Вопросы, когда нету взаимопонимания между работниками и работодателями. Если вопросы касаются уже, скажем так, нарушений, которые требуют наиболее, скажем так, кропотливого изучения в сфере трудового законодательства, в том числе, скажем так, по охране труда, да, в сфере занятости, в таком случае мы привлекаем к их изучению трудоинспекцию и службу занятости, и, соответственно, уже по результатам проверки принимаем меры прокурорского реагирования. Ну вот вы сказали о задержке зарплаты, да, это наиболее распространенное, что много у нас таких, и вот кто чаще, кто больше всего грешит этим, да, частные предприниматели или наоборот, какие-то государственные, муниципальные структуры. Ну, к сожалению, возникают случаи, когда крупные предприятия, финансируемые в том числе за счет частично, либо полностью за счет различного уровня бюджетов, да, то есть федерального, регионального, местного, периодически возникают ситуации, связанные с тем, что незначительно задерживается зарплата. Как правило, мы здесь занимаемся вопросами разъяснения законодательства, чтобы таких у нас случаев не было. То есть принимаем превентивные меры для того, чтобы не допустить таких просрочек. Но вместе с тем такие случаи бывают. В таком случае мы, конечно, обращаемся в суд о выдаче судебных приказов с заявлениями и уже в бесспорном порядке взыскиваем задолженность. Тем не менее, есть и мелкие, некрупные работодатели, которые грешат тем, что либо не оформляют вообще работника, на этом, кстати, хотел бы заострить внимание, и допускают задержку выплаты заработной платы на срок даже более двух месяцев календарных. А это уже можно рассматривать за вопрос о привлечении к уголовной ответственности таких лиц. То есть я как раз хотел спросить, с какого срока начинается криминальная составляющая? На неделю задержали, на две, на месяцы, в общем, с двух месяцев, да? Если задолженность по заработной плате составляет более двух месяцев, здесь можно рассматривать вопрос о наличии в действиях работодателя состава уголовного наказуемого деяния. Но в случае, если работодатель за период, когда у него была задолженность, к примеру, получал премии, либо приобретал на средства предприятия какие-либо вещи, которые в целом, скажем так, отнесены к предметам роскоши, либо в них такой нуждаемости-то и не было в этот период, лучше было бы направить эти средства с расчетного счета на погашение задолженности по заработной плате. — Александр Сергеевич, перебью вас, вот у меня режиссер говорит, что у нас есть первый звонок за сегодня. Давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. — Ой, здравствуйте. — Да, слушаем вас. — А с кем я разговариваю? — А вы позвонили, вот, задать вопрос зам городского прокурора. — А что у вас? Отлично. Ну что, я еще повторить должна, да, что я говорила? — А что вы говорили, да, вы просто, вы были не в эфире, говорили с нашим сотрудником. — Не знаю, слышите ли вы меня. — Да-да, слушаем вас. — Ну, а вы как вопрос зададите, после передачи или сейчас? Я хотела бы услышать ответ сейчас. — Да, конечно, прямо сейчас стараемся ответить. — Ну так вот, у меня вопрос такой. Круглый год мы платим за отопление, причем не за жилые помещения, а за общий метраж. Ведь у нас не отапливаются ни балконы, ни ванны, ни туалеты, а мы за все это платим круглый год. Вот хотелось бы узнать, почему и где такого нет, у нас только в Щелково. — Спасибо за вопрос, Александр Сергеевич. Вот так, сразу переключились на ЖКХ, естественно, наши зрители. — Ну, самый острый вопрос. — Почему в Щелково платят летом за отопление? — Ну, в общем-то, на самом деле, здесь этот вопрос, когда он адресуется к нам, да, в том числе вот в обращении граждан, мы запрашиваем соответствующие материалы и документы из управляющих организаций, в том числе и следуем, значит, соответствие на соблюдение тарифного законодательства в этой сфере, и на соблюдение законодательства в сфере ЖКХ в части вот обоснованности вот этих уплат. На самом-то деле за отопление, как вот за предоставляемую коммунальную услугу, она начисляется только в отопительный период, в отопительный сезон, когда у нас работают трубы, да. То есть поскольку поставщики услуг, они поставляют круглогодично горячую воду, а отопление, как вот, скажем так, тоже теплоэнергия, она поставляется только в отопительный сезон. Поэтому вот эти платежи, которые взимаются, здесь нужно разбираться, нужно смотреть. Либо они исчисляются и взимаются для того, чтобы поддерживать систему отопления в надлежащем состоянии, производить ее текущее содержание и ремонт, либо же на самом деле они производятся незаконно. Поэтому в каждом конкретном случае нужно смотреть, желательно даже, документы по начислению этих платежей и их обоснованность. Поэтому такие проверки проводятся, в том числе и с привлечениями госжилинспекции. Надо сказать, что, конечно, главное управление госжилинспекции по Московской области, это, скажем так, уполномоченный орган региональной власти, который в этой сфере проводит проверки. Вместе с тем мы уже контролируем тогда, когда жалобы имеют массовый характер от одного и того же заявителя, либо когда уже обжалуются бездействия со стороны госжилинспекции, то мы начинаем разбираться, какие проверки там проводились и какие по ним выводы делались. В случае, если выявляем нарушение, то, соответственно, и в некоторых случаях рассматриваем вопросы о том, почему так длительно рассматриваются обращения граждан в ГЖИ, и смотрим ответы, которые предоставляются. А какой срок рассмотрения обращения? 30 дней, да, как обычно, как и везде? Да, в общем-то, если обращение касается вопросов нарушений в сфере ЖКХ и не связано с такими острыми моментами, как, допустим, отключение подачи коммунальных услуг, либо их явное некачественное осуществление подачи коммунальных услуг, либо если мы имеем дело, скажем так, с вопросами, когда есть угроза жизни и причинение вреда здоровью заявителя, то в таком случае мы рассматриваем в 30-дневный срок с момента регистрации это обращение. Если же, соответственно, такие есть у нас факты, резонансные случаи или выпиющие нарушения, о которых я говорил, в таком случае мы стараемся, конечно, все это наиболее быстро и оперативно отреагировать на такие нарушения, чтобы восстановить, во-первых, нарушенные права, а во-вторых, уже рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Ну, давайте вернемся все-таки, закончим тему тогда у нас, мы не закончили по поводу трудового законодательства, вы как раз стали говорить о необходимости заключения договоров, реальных, а не мнимых, поэтому давайте закончим эту тему и потом уже перейдем на ЖКХ уже в полном объеме. Я хотел обратить внимание телезрителей и аудитории на тот момент, что достаточно большое количество обращений касается именно тех вопросов, когда человек уже приходит с большой проблемой и говорит о том, что он на протяжении длительного времени работал, состоял в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, либо с некрупным, как правило, работодателем, поскольку крупные компании себе такого не позволяют. И оказывается, трудовые отношения никак не оформлены, и на протяжении более двух месяцев он не получает заработную плату. То есть мы понимаем, что здесь дело достаточно серьезное, и нужно все обстоятельства устанавливать. Когда же мы привлекаем работодателя, вызываем его, опрашиваем его представителя, он говорит о том, что никаких трудовых отношений в отношениях они не состоят. Был разовый какой-то подряд, человек выполнил работу, получил за это разовую оплату, еще пару раз привлекался для этой же работы разовой, и после этого никакие трудовые отношения не оформлялись. Я хочу обратить внимание на то и разъяснить гражданам, что если вы пришли, устроились на работу, то нужно сразу требовать от работодателя предоставления официальных документов, подтверждающих заключение трудового договора. Это как минимум приказ о приеме на работу, и в идеале трудовой договор, который закрепляет все права и обязанности, где есть подпись и работодателя его печать, и подпись работника. Случаи, когда граждане говорят о том, что меня приняли на испытательный срок, сказали, что два или три месяца я должен отработать, после этого решат вопрос, принимать меня на работу, заключать со мной трудовой договор или нет, это введение в заблуждение граждан, поскольку необходимо, безусловно, если уже человек непосредственно допущен к работе, требовать предоставления документального подтверждения. При этом испытательный срок может быть установлен в трудовом договоре, да, оговорен, и, соответственно, есть определенные ограничения, к кому не может быть применен испытательный срок, к каким категориям работников, все это установлено в трудовом кодексе, и, соответственно, по результатам его прохождения, если работник продолжает работать, то, грубо говоря, две недели испытательный срок, две недели прошли, в понедельник человек вышел, ему никто ничего не говорит, он продолжает работать. Но если ему говорят, что не прошел испытательный срок, соответственно, он забирает... Ну, в таком случае должна быть определенная процедура, да, ему его должны уведомить об этом, и в течение трех дней, если не память не ошибает, расторгнуть с ним договор. Да, то есть уведомить его, и все, установлены порядки. То есть здесь вот введение в заблуждение работника, это, конечно, недопустимо. Но как это наказывается? Проблема такая существует. Есть сейчас, вот появилась там статья, да, связанная с тем, что когда работодатель отказывается от фактически... и не подтверждает фактически возникшие трудовые правоотношения, когда мы можем, на самом деле, их установить из разных источников, например, он отчисляет заработника налог на доходы физических лиц, либо в пенсионный фонд, да, есть соответствующий лицевой счет, куда отчисления производятся, либо есть свидетельские показания, в конце концов, о том, что работник каждый день с девяти до шести ходит, то есть есть все признаки того, что сложились трудовые отношения фактически. В таком случае, конечно же, мы решаем вопрос о возбуждении административного правоонарушения, дело административного правоонарушения, рассматривает трудноинспекция эти дела, и, в общем-то, сложилась уже практика, привлекают к административной ответственности. Но в случае, когда у нас противоречивые показания работы дателя, которые открещиваются, отсутствуют, в общем-то, и свидетели того, что работник выходил, да, в случае, если, допустим, это охранник, да, то есть журнал, где он там заступил на смену. Расписывается для себя. Мы можем этот журнал взять, да, этот журнал взять и таким образом подтвердить, и там и время ставится, там. Ну, такие нюансы. Если он проходит какое-то КПП по пути на работу, там есть пропускной пункт, где он отметку какую-то проходит, ставит, также можно доказать. Но если у нас только показания работника сталкиваются, скажем так, против показаний работы дателя, только слова и никаких подтверждений того, что действительно сложились трудовые отношения, то в таком случае мы, конечно же, направляем работника в суд с этой проблемой, поскольку только суд уже может разрешить и досконально, кропотливо, так скажем, на основании всех имеющихся доказательств индивидуально рассмотреть эту проблему и вынести решение по поводу того, сложились или нет эти отношения трудовые, и уже присудить тогда работнику все причитающиеся выплаты, в том числе там моральный вред. То есть вы призываете, как говорится, своими руками себя спасать, да? В случае, когда... Требовать немедленного заключения трудовых договоров. Да, не допускать вот таких фактов, не допускать такого поведения работодателя, потому что то, что у вас забрали трудовую книжку, не означает, что не внесли туда записи. А работник имеет право, к примеру, обратиться с заявлением к работодателю, работодатель обязан в течение суток сделать копию с трудовой книжки и заверить ее печатью, подписью у полномочного лица. В этой копии работник уже будет спокоен, на него будет там запись о том, что внесена запись о том, что он принят на работу в организацию. Все. И это также железное подтверждение того, что трудовые отношения начались. Вот они. Александр Сергеевич, у нас есть еще один звонок. Зрители хотят задать вопрос. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Моя фамилия... Я проживаю в городе Щелково. Да, очень приятно. Слушаем вас. Да, моя фамилия Путилова. У меня произошло такое горе в том году на производстве. У меня погиб сын. Это Пента-91. Химзавод. Следствие идет Щелковским комитетом. 6 августа было возбуждено по статье 223-я. Третья часть. Сейчас дело находится в прокуратуре. Уже второй раз. Непонятно. То туда, то сюда. Я обращался в Москву. Над этим делом область не пойму, что дальше. Сколько оно может быть расследовать? Спасибо за вопрос. Алексей Сергеевич, как вы можете прокомментировать? Что посоветовать? Постараюсь дать комментарий и постараюсь ответить на поставленный вопрос. На самом деле, на органы прокуратуры возложена обязанность осуществлять надзор за органами предварительного расследования, к которым отнесен и Следственный комитет. И вот по такой категории дел, соответственно, скорее всего, дело запрошено в прокуратуру для проведения проверки по вопросам качественного проведения предварительного расследования. И здесь, безусловно, во главу угла нужно ставить, прежде всего, вопрос об основанности расследования, привлечения к уголовной ответственности лиц. Но и также немаловажным, и даже наравне с этим вопросом, является вопрос сроков расследования. То есть соблюдение всех этих нюансов, оно рассматривается и со стороны органов прокуратуры делают соответствующие выводы о том, насколько качественно органы предварительного расследования осуществляют эту работу. И в случае, если выявляются какие-то нарушения, то принимаются меры прокурорского реагирования, установленные законом, в адрес руководителя следственного отдела, следственного органа. И далее уже, если отмечаются какие-то конкретные замечания, то даются указания для того, чтобы производилась конкретная работа. Поэтому, если дело затребовано на изучение в прокуратуру, то, скорее всего, это связано либо с поступлением каких-либо поручений из-за вышестоящей прокуратуры, либо с поступлением каких-либо обращений и жалоб, либо в связи с тем, что по общим основаниям проведен анализ законодательства в этой сфере, анализ деятельности проводится у органов предварительного расследования и дается оценка соблюдения законодательства при расследовании по данному уголовному делу. Но это в общем, на самом деле, просто наиболее конкретно. В данный момент я не могу прокомментировать. Александр Сергеевич, не дают покоя вам наши зрители. Еще один звонок поступил. Давайте уж выслушаем и попытаемся ответить. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У нас такая проблема у многих. Я живу в городе Фрязино, и у нас часто ломается лифт. Вот куда можно обратиться по этой проблеме? Спасибо за вопрос. Но вот опять переходим на жилищно-коммунальное хозяйство. Может быть, немного частный вопрос ломается лифт, но тем не менее вы же тоже, наверное, за этим следите. Здесь я хотел бы небольшое лирическое отступление, скажем так, кратенько. Все, что касается лифтов, это достаточно острая проблема. Действительно, даже в относительно новом жилом фонде, в относительно новых многоквартирных жилых домах часто ломаются лифты, лифтовое оборудование. А правовое регулирование в этой сфере, оно, к сожалению, на мой взгляд, не всеобъемлющее. Критиковать кого-то или говорить, что плохо, это хорошо, я сейчас не буду. Главное, что для меня, как для правоприменителя, этого недостаточно. Поскольку есть, конечно, у нас технический регламент Таможенного союза по безопасности лифтов. И это, по сути, единственный, так скажем, конкретный документ, в котором закреплены все требования. Там, например, установлено, что управляющая организация должна иметь договор на обслуживание лифта с соответствующей специализированной организацией. При этом у специализированной организации должны быть специалисты, прошедшие обучение, то есть надлежащие к квалификации. И все. То есть больше никаких уточнений на эту тему нет. Помимо этого, требования по тому, какой орган контроля должен следить за организацией, обслуживающей лифты, в настоящее время такого понятия тоже нет. То есть мы подключаемся, конечно, по ряду проблемных моментов. Здесь нужно отметить, что Центральное управление Ростехнадзора, вот это орган, который осуществляет свою деятельность на территории Центрального федерального округа, куда и Московская область входит, там есть специалисты, которые могут дать оценку именно технического состояния лифта. Безусловно, конечно, когда мы можем, поскольку достаточно загруженный орган, незначительное количество специалистов, огромный объем жалоб, мы привлекаем тоже эти органы, в общем-то планируем проверки тоже. И я думаю, что в первую очередь, наверное, стоит обращаться туда. Но в каждом конкретном случае, если мы все-таки надеемся на то, что у нас управляющие компании добросовестные, и они отстаивают интересы жильцов тех домов, где они обслуживают эти дома, конечно, сначала нужно оставить заявку им, для того, чтобы они обратились в организацию, которая осуществляет ремонт лифтов. Туда поступает заявка, приезжают ремонтники, инженеры, и производят осмотр и текущий ремонт лифта. Если же лифт постоянно ломается, то эту проблему, я считаю, необходимо выносить на общее собрание собственников многоквартирного дома, ставить вопрос перед управляющей организацией за счет имеющихся средств о проведении технического обследования лифта, и по результатам технического обследования уже делать вывод о том, годен он к дальнейшему использованию, либо требует капитального ремонта. Если же он требует капитального ремонта, необходимо уже, вот у нас есть региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов, необходимо подавать эти сведения для включения в эту программу за счет средств фонда капитального ремонта, этих отчислений, производить ремонт. Но для того, чтобы понять, что конкретно делать, в чем проблема, необходимо, конечно, сначала принять, собраться опять с жильцам, принять решение общего собрания по обследованию лифтов. После того, как будет заключен договор управляющей организацией, организация специализированная произведет это обследование, уже второй этап, это опять общее собрание, рассмотрение этих результатов, решение вопроса о том, к кому обращаться, с кем заключать конкретный договор подряда, поставки на замену лифтового оборудования. И уже прописывать конкретные сроки и потом уже требовать от управляющей организации выполнения этих условий, поставленных в общем собрании акционеров. Спасибо, Александр Сергеевич. О работе управляющих компаний по управлению многоквартирными домами, как добросовестных, так и, может быть, не очень добросовестных, мы поговорим буквально после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня заместитель щелковского городского прокурора Александр Семин. Еще раз добрый вечер, Александр Сергеевич. И вот пока шел небольшой перерыв наш трехминутный, сразу два звонка поступило от наших зрителей, поэтому предлагаю сразу выслушать вопросы, а потом мы перейдем уже более подробно будем говорить о теме проблем соблюдения законодательства в ЖКХ. Итак, первый зритель, добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Алло. Вы на связи? Алло. Да-да, слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Александр Николаевич. Уважаемый Александр Сергеевич, я прошу вас ответить на вопрос, каким образом осуществляется у нас надзор за сдачей частного жилья под наем. Потому что жильцами могут быть и наркоманы, и пьяницы, и, наконец, не дай бог террористы. Спасибо за вопрос. Отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, что есть ли все-таки подозрение какое-то есть о нарушении законодательства со стороны тех физических лиц, которые снимают жилое помещение, то необходимо обращаться в компетентные органы. То есть, если вы считаете, что есть нарушение миграционного законодательства, то сейчас у нас раньше органы ФМС этим занимались, сейчас отдельное подразделение МВД этим занимается. Если подозрение по поводу совершения или приготовления к совершению террористических актов, то, безусловно, единственным уполномоченным, действительно компетентным органом в этой сфере является органы ФСБ России. Есть у них и телефоны горячей линии, куда можно круглосуточно обращаться. И они принимают такие заявления и, безусловно, будут реагировать. Со стороны прокуратуры надзор непосредственно за соблюдением законов физическими лицами не осуществляется, поскольку мы в силу законодательства, в силу закона о прокуратуре осуществляем надзор за соблюдением федерального законодательства организациями, должностными лицами и органами. Вместе с тем, если нарушаются законодательства в публичной сфере, то есть это интересы государства, общества значительные, то в таком случае, конечно же, органы прокуратуры вмешиваются и принимают необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе надзорного характера в отношении контролирующих органов, в компетенцию которых входит рассмотрение конкретных вопросов граждан. Если жильцами нарушается, например, жилищное законодательство, то есть шум, или не дают, разрушается жилищное, жилое помещение, которое снимается, если разрушается, в таком случае необходимо обращаться в Главное управление госжилинспекции по Московской области. Если же нарушается тихий час, то есть шум поздним вечером, ночью, в таком случае надо обращаться в Главное управление госаднотехнадзора Московской области. Они проводят соответствующие проверки и дают заключение по ним. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Спасибо. Давайте еще один вопрос послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Это вас беспокоит Щелково-4, улица Беляй. Меня зовут Татьяна. У нас на улице возле 35-го дома, ой, возле 33-го дома была авария. Сбили электрический столб. Угу. Провода закрутили и на этом точка. И на этом точка. Мы вторую неделю звоним в горячую линию, в электросеть, в администрацию. И только одни обещания. Мы ходим с фонариками вечером по улице. У нас 5 домов без освещения. Угу. Электросеть отвечает. Договор, когда заключат администрации, деньги перешлют, будут делать. Угу. Ну что такое за безобразие? Мы платим за все. Угу. А порядка никакого нету. Угу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, Александр. Ваш вопрос понятен. Действительно, уличное освещение и фонари, которые находятся вдоль дорог, тротуаров, они находятся на балансе администрации. И за эту проблему, безусловно, отвечает администрация. Если было имущество, это повреждено в результате аварии, то восстановительные работы должны быть произведены силами администрации. В этой связи я вам предлагаю официально обратиться в администрацию. Если вас не слышат, вы уже обращались по этому вопросу, как вот я расслышал, вы сказали, можете обратиться к нам. В таком случае мы конкретно рассмотрим, где это все располагается, на чьем балансе находится, может быть, на балансе муниципального предприятия, да, соответствующего. И будем принимать меры по скорейшему восстановлению и устранению этой проблемы. Спасибо. Ну вот, Александр Сергеевич, давайте мы теперь все-таки перейдем уже вплотную, хотя ей приходилось отвечать на вопросы, да, касательно сферы ЖКХ, о том, как соблюдается законодательство в этой, так скажем, сфере. Много, конечно, было нареканий за последние месяцы от жителей нашего района и города Щелково. Проблема двойных платежек сперва, потом некорректные цифры в квитанциях начисления иной раз были, в несколько раз превышали то, что нужно начислять. Проблема решается, но, тем не менее, еще, конечно, остаются некоторые вопросы. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой видеосюжет о работе МособлЕРЦ, а затем перейдем уже к конкретным вопросам. Итак, давайте посмотрим сюжет. Решать вопросы сообща в Щелковском офисе компании МособлЕРЦ прошел день открытых дверей. Важно услышать и помочь устранить проблему, говорит представитель компании. Так, на личную встречу в день открытых дверей пришел житель Щелково, недавно озвучивший проблему с некорректными начислениями в квитанции в эфире Центрального телеканала. По данной сумме было целиком полностью разбирательство на сегодняшний день. Еще раз были подняты все документы, на основании чего произведено такое начисление. Было выяснено, что эти данные нам предоставила управляющая компания доначислить по конкретному лицевому счету там целый перечень. Сейчас вот они вместе с управляющей компанией пошли ну, так скажем, довыяснять эту ситуацию для того, чтобы управляющая компания в случае выявления возможно неправильной передачи некорректных данных дала нам такое поручение мы эту сумму уменьшили. В этот день также все пришедшие могли ознакомиться с новой формой единого платежного документа, задать волнующие вопросы и в оперативном режиме совместно с управляющими компаниями, подрядными организациями решить их, как говорится, на месте. Вот мне 89, а с меня капитальный ремонт лупят на всю железку. 10 платежек у нас, не только это. Вы сюда приходите, вам здесь все понятно? Вроде да. Здесь вот объясняют, все молодцы, все нормально, все хорошо. Хочется надеяться, что в будущем вопросов станет меньше, а доступности и корректности как в платежках, так и в точности формулировок больше. Ну вот, пока еще вопросы остаются, как они решаются с точки зрения прокуратуры? Сюжет, как говорится, не в бровь, а в глаз. Действительно. Есть проблемы, связанные с некорректным начислением платежей, с некорректным определением периода начисления этих платежей. К сожалению, в связи с тем, что очень большой пласт, скажем так, информации здесь смешивается, это и данные управляющих компаний, и данные, скажем так, жителей, проводить проверки непосредственно по всеобъемлющей, ну, крайне, практически невозможно. Поэтому мы реагируем, да, мы реагируем, именно когда нам граждане предоставляют документы, то есть свои полученные квитанции с неправильными начислениями, свои платежные документы за прошлый период, да, вот у нас в соответствии с налоговым законодательством, каждый плательщик обязательных платежей, он должен хранить сведения об уплате, да, в течение там трех лет. Те люди, которые грамотно все это, скажем так, в коробочку подбивают, да, ну, как правило, у меня дома есть такая коробочка, да, всегда можно взять, поднять и посмотреть, а как там что. поэтому вот когда нам заявители предоставляют эти документы, мы, вот что, сразу направляем запрос Мособл.ЕРЦ, разбираемся по конкретной ситуации и принимаем меры прокурорского реагирования. Вот что касается сюжета по первому каналу, который прошел, заявитель прежде обращался и к нам. И меры прокурорского реагирования в сентябре, еще до выхода этой программы, мы принимали, то есть там было внесено представление, был осуществлен перерасчет, исходя из поступившего ответа из Мособл.ЕРЦ, и действительно это так, и вопросы решаются. И со стороны Мособл.ЕРЦ признается тот момент, что есть программные сбои на уровне программного обеспечения. Ряд совещаний органы государственной власти Московской области провели и в районе в том числе и в целом по области, посвященные этой тематике. И, в общем-то, так называемые дорожные карты разрабатываются и подписываются между управляющими организациями и Мособл.ЕРЦ. Я думаю, что проблема здесь многогранна. Она связана, во-первых, с тем, что Мособл.ЕРЦ все-таки так или иначе новый участник рынка этого, и поэтому не везде еще есть определенность по лицевым счетам. То есть, у каждого плательщика есть лицевой счет. Ранее ему квитанции выставлялись либо непосредственно управляющей организацией, либо другим агентом, таким же, как Мособл.ЕРЦ. Ярко-Защелково или другим. Когда эти договоры были расторгнуты, база по лицевым счетам должна была быть передана в Мособл.ЕРЦ. Но этого не произошло, да? Для того, чтобы они просто продолжили начислять и получать. Видимо, где-то базы еще не переданы. И вот эти вопросы, это действительно так, эти вопросы поднимались на совещаниях и, в общем-то, управляющей организации им рекомендовано подписать соответствующие дорожные карты для того, чтобы разрешить эту проблему. Но, я думаю, что здесь и иная грань тоже существует. Грань, связанная с передачей данных для их включения в единый платежный документ. Ведь там данные по всем оказанным коммунальным услугам и взносам, обязательным, с населения, эти данные Мособл.ЕРЦ аккумулирует и включает. И, соответственно, либо они тогда некорректно передаются, раз, либо же они, скажем так, поступают не вовремя. Потому что были случаи, когда начислялись в платежные документы, сведения были внесены за другие периоды. то есть вот это смешение все, оно влечет из месяца в месяц, вот, к сожалению, вот такие вот вопросы. Прокрутка такая получается. Да, работа, как Мособл.ЕРЦ заверяет нас, ведется активно, то есть совершенствуется система, эти ошибки они стараются исключить. Мы, со своей стороны, реагируем на каждое заявление, в том числе безусловно подключаем госжелинспекцию. Что касается второго вопроса по двойным квитанциям, да? Перейдем к нему. Ну, вот не по двойным, давайте вот еще один вопрос тоже родился. Как раз вы сказали, что можно прийти показать вам квитанции, которые должны храниться, так скажем, в домашнем архиве. Ну, а как вот в наш век современных технологий кто платит, скажем, за те же коммунальные услуги через интернет или через банкомат? Что делать? Ну, безусловно, если мы платим через интернет, то у нас, скорее всего, какой-то электронный кошелек. Либо это личный кабинет в банке, то есть интернет-банкинг, да? Все, все средства, которые лежат в банке, они, как правило, лежат на счету. По каждому счету можно взять выписку за определенный период, детализацию расходов, да? В некоторых случаях, да, возможно, она в зависимости от, скажем так, прескуранта банка будет стоить определенных денег небольших, да? В некоторых случаях она бесплатно предоставляется, ее можно взять заверенную банком и там посмотреть перечисление, когда, куда, кому осуществлялось. и это фактически будет, вот эта справочка с банком будет подтверждением того, что платеж был внесен. Все, если он ушел не на тот счет, то тогда уже, извините, вопрос к банку либо вопрос, так скажем, здесь уже человеческий фактор, так скажем, кто-то ошибся где-то или еще что-то. Возможно, банковская ошибка, но я еще раз говорю, если оплатили, подтверждение оплаты будет являться выписка по счету. Все просто. Спасибо, еще один звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Да, говорите, пожалуйста. Мне три вопроса. Значит, вопросы такие, касаются управляющей компанией новой технологии. Вообще, они ведут никакую работу с жителями и вот так как жители, вот мы весь дом платим же месячную квартлату, содержание ремонта за все прочее. Значит, я живу в улице центральный дом 74. У нас деревянные ступеньки. В том году сделан, то есть они были сделаны неправильно, очень узкие, подниматься по ним невозможно, спускаться тоже. Приезжал представитель администрации, посмотрели, да, да, будем делать. Все, в ответ ничего. Второй вопрос, и по ним очень неудобно ходить, ни подниматься, ни спускаться. Второй вопрос, летом залила у меня в квартире с кровли кухню. Составили акт, и никаких мер не принимают, ни ремонт не делают, ни материальный ущерб не выплачивают. Вот, значит, управляющая компания вообще не работает никак. Теперь, когда наступил отопительный сезон, у нас во всем доме, во всем доме не работает обратка отопления. звоним на горячую линию полтора месяца каждый день с управляющей компанией, и вечером у нас спрашивают, приходил кто-то, нет, не приходит, это с горячей линии. И вообще, никакой работы не ведется, управляющая компания вообще к нам, на нас не реагирует. Вот можно как-то вот с новыми технологиями как-то разобраться, если они не могут управлять, тогда пусть дадут свои полномочия. Помогите нам, пожалуйста. спасибо за вопросы. Спасибо за вопросы. Флакон в руки. Да, в общем-то, отвечая на данный вопрос, нужно сказать о том, что по всем недоделкам, недоработкам, скажем так, вот в части, когда житель, возвращаясь домой, замечает, что где-то что-то действительно не так в подъезде, ну, касаемо ступенек, да, вот по первой части, необходимо писать заявки в управляющую компанию. Если они написаны и по ним реакции нет, прямая дорога в ГЖИ. Горжа инспекция выдает предписание управляющей компании конкретное, с конкретным сроком на выполнение определенных работ. И, соответственно, после истечения срока, предоставленного для управляющей компании, идет внеплановая проверка, по результатам которой уже принимается решение о том, выполнено это все или нет. там установлены штрафы соответствующие и для управляющей компании, я вас уверяю, будет проще сделать эти ступеньки, чем постоянно платить эти штрафы. Это первый момент. Залило кухню. Составили акт, но работы никакие не производятся. Я так полагаю, что квартира приватизирована, то есть вы она у частного лица, в собственности. Значит, вместе с тем, что кровля это опять же общее имущество. Общее имущество на квартирном доме. И здесь нужно рассматривать вопрос комплексно. Если в одном конкретном месте кровля течет, крыша течет, то необходимо также добиваться сначала заявку управляющей компании, потом по истечению срока, если ничего не сделано, писать в ГЖИ с конкретной проблемой для того, чтобы опять же было выдано предписание, наложен штраф и все это устранено. Если в целом крыша непригодна не только над вашим помещением, но и в целом жители жалуются, соберитесь, проведите общее собрание собственников и на нем примите решение, поручите управляющей компании за счет имеющихся средств провести опять же обследование крыши и последующий ее комплексный ремонт. Заранее сделайте, запланируйте на определенный период, для того, чтобы это было включено в график проведения работ на определенный период и потом конечно же с управляющей компанией будет спрос. Если опять же этого не будет сделано, то надзорный контролирующий орган это ГЖИ, если ГЖИ мер не принимает, тогда уже приходите к нам и будем спрашивать, а почему? Почему ГЖИ не контролирует этот вопрос как непосредственно уполномоченный орган? Отопление не работает, я так понял, в подъезде не отапливается общее имущество. То же самое. Здесь нужно рассматривать, ну, опять же, я думаю, что можно сразу обратиться в ГЖИ и рассматривать вопрос о том, кто имеет доступ в подвальное помещение, где находятся коммуникации и, соответственно, если там перекрывается вентиль, то необходимо искать вот здесь вот виновное лицо, которое в силу должностных обязанностей имеет туда доступ и непосредственно только оно, да, и почему этот вентиль закрыт, да, то есть здесь нужно выяснять все с представителем управляющей организации, с представителем эксплуатирующей организации и уже восстанавливать. Александр Сергеевич, у нас буквально одна минута осталась, так подробно отвечали на вопросы зрителей, поэтому у меня конкретный вот такой блиц-вопрос, блиц-ответ. Очень много вопросов как раз это касается двойных платежек, в основном это микрорайон Заречный, сейчас уж о домах говорить не будем. Кого выбирать двойные платежки, новые технологии или перспективы? До сих пор вопрос не решен. Быстренько, да, быстренько скажу о том, что позиция прокуратуры городской здесь выработана, мы ее письменно озвучили, в общем-то изложили и должен инспекции довели. До момента внесения в реестр лицензии управляющей компании перспектива, пока еще у нас, скажем так, на эксплуатирующей организации являются новые технологии. в настоящее время в суде ведется спор с жилищной инспекцией по вопросу как раз легитимности действий. Спасибо, Александр Сергеевич, прерываю все, ответ дан, пока новые технологии, пока перспективы не выигрывают. Будем надеяться, выиграть или нет. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы Диалог был заместитель Щелковского городского прокурора Александр Семин. Это была программа Диалог. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok